Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. И сегодня наш разговор пойдет о молодежном парламенте нашего муниципалитета. 31 числа состоятся выборы в молодежный парламент уже Одинцовского городского округа. И, соответственно, сейчас очень удобный момент для того, чтобы поговорить и об этом моменте, и о том, что удалось сделать за достаточно короткий, конечно, промежуток времени прежнему составу молодежного парламента Одинцовского муниципального еще района. Сегодня у нас в гостях председатель молодежного парламента Евгений Семилетов. Здравствуйте! И член молодежного парламента Галина Шлевкова. Здравствуйте! Ну что ж, Евгений, действительно достаточно такой интересный момент и в жизни нашего муниципалитета, и в жизни, естественно, молодежного парламента. Не так давно его состав был переизбран, прошло совсем немного времени, и сейчас новые выборы в связи с тем, что наш муниципалитет превратился в Одинцовский городской округ. Давайте подведем сейчас блиц такие итоги вот этой работы, которую вам удалось сделать за эти месяцы буквально. Да, ну, во-первых, наверное, одно из достижений молодежного парламента, это важное достижение, это то, что мы сумели создать уже некую команду, с которой мы достаточно давно уже идем вместе нога в ногу и работаем на благо нашего муниципалитета. И 90% данной команды также избирается уже в новый состав. Сейчас, конечно, у нас изменится структура молодежного парламента в связи с расширением численного состава наших молодых депутатов. Но на 15 членов молодежного парламента у нас была некая структура в виде трех комитетов. Это проектной деятельности, правовой деятельности и комитета по местному самоуправлению. Ну и, естественно, в рамках правовой деятельности мы разрабатывали и разрабатываем нормативные правовые акты местного значения, а также федеральные и региональные инициативы. Мы до сих пор как бы сейчас ждем нашего выхода на Совет депутатов, чтобы как раз-таки презентовать наши новые инициативы для того, чтобы пустить их дальше в работу. Инициативы такого рода. То есть, приведу пример достаточно нового нормативно-правового акта. Так как все решения Совета депутатов являются нормативно-правовым актом, обязательным к исполнению, то в газетах газеты являются официальным источником опубликования нормативно-правовых актов. И вот мы столкнулись с такой проблемой, то что не все, естественно, люди читают газеты, не все люди могут углядеть всю необходимую информацию, и все, что происходит в нашем муниципалитете. А так как сейчас активно развивается наша всемирная сеть интернета, то что люди уже разных возрастов сидят, видят, умеют взаимодействовать с интернетом, заходить на сайты. И у нас утвержден был официальный сайт администрации уже Одинцовского городского округа, и мы хотим внести изменения в нормативно-правовый акт, добавив официальный источник опубликования нормативно-правовых актов – это сайт нашего Одинцовского городского округа. Также мы до сих пор дорабатываем инициативу, которую начали по социальным льготам на муниципальные услуги для добровольцев, так как сейчас волонтерство тоже – это одно из приоритетных направлений, которому нужно уделять достаточно много времени, но государство до сих пор работает над этим. Это очень сложное направление, сложно понимать, что нужно волонтеров, как их стимулировать, независимо от того, что это добровольческая деятельность. И мы решили то, что разработать свою внутреннюю волонтерскую книжку в виде паспорта волонтера, в которой будет указываться вся его деятельность по месту его жительства и прописки, по которой он сможет получать определенные баллы, которые он сможет бесплатно определенное количество раз пользоваться муниципальными услугами внутри нашего муниципалитета. Если брать региональную инициативу, то эта инициатива по порядку публикования нормативно-правых актов, как раз-таки эта тема связана и с местным уровнем, который я буквально сейчас озвучил, мы предлагаем наказывать. То есть в Конституции Российской Федерации, в 131-м федеральном законе, сказывается о том, что правовые акты местного значения, за исключением определенных правовых актов, обязательно к опубликованию. Но мы столкнулись также с некоторой проблемой, что не везде, не все те же самые решения Совета депутатов или иные акты опубликовывают. Соответственно, мы хотели бы внести в Кодекс об административных правонарушениях Московской области привлечение к административной ответственности должностных и юридических лиц за неисполнение, публикование, обнародование правовых актов местного значения. Ну, если что сказать о проектной деятельности. Проектная деятельность у нас достаточно обширная, так как наш муниципалитет достаточно крупный, большой. И у нас изначально был утвержден годовой план работы молодежного парламента, в котором буквально раз в месяц мы проводили какие-то якорные глобальные проекты и такие небольшие. То есть, проектная деятельность у нас от каких-то мелких до более крупных проектов. Также у нас молодежный парламент уже в связи с тем, что он работает достаточно долго, он реализовывает уже те проекты, которые начаты были еще 4 года назад. То есть, у нас есть уже такие запоминающиеся проекты, которые пользуются спросом среди жителей нашего Одинцовского городского округа и уже округа. И мы их очень-очень сильно достаточно любим. Приведу пример нашего проекта ежегодного по поводу Одинлавкатка – это такое доброе мероприятие. Оно у нас выпадает в основном на где-то примерно в День Любленных, но мы не превращиваем к этому празднику, но все равно делаем для молодежи бесплатный лед в Ледовом дворце с шоу, с разными программами, с возможностью познакомиться с друг другом. Такое приятное, благое мероприятие. Также мы стараемся взаимодействовать со всеми государственными структурами и общественными организациями. Мы вот проводим два раза в год ежегодный турнир по футболу среди государственных органов власти, местных самоуправлений, общественных организаций. Тоже проводили такое мероприятие при поддержке наших партнеров. Реализовываем, общаемся, ближе взаимодействуем. Насколько я помню, молодежный парламент избирается сроком на два года, это достаточно короткое время для реализации каких-то крупноглобальных проектов. И понятно, что для работы было бы хорошо, если бы сменяемость вот этого молодежного парламента не приводила к прерыванию какой-то преемственности по каким-то действительно крупным, большим проектам. Галина, в нескольких словах, а действительно вот еще продолжить то, о чем говорил Евгений, по проектам. Что интересно и задумано, и что будет иметь продолжение после, естественно, после выборов нового состава молодежного парламента? Работа в молодежном парламенте кипит всегда, каждый месяц. Буквально в текущем месяце мы успели провести много мероприятий, осуществить несколько проектов. Например, был проведен дискуссионный клуб, он проводится у нас ежемесячно, на который приглашаются гости, заинтересованные лица, и в текущем месяце темой был единый государственный экзамен. Мы обсудили плюсы и минусы этого экзамена, саму исходную идею и недочеты реализации этой идеи. Кроме того, мы проводим каждый месяц, два раза в месяц, патрулирование и картографирование территорий по Одинцовскому городскому округу. Выбирается маршрут протяженностью не менее трех километров, и силами Комитета по местному самоуправлению осуществляется патрулирование этого участка по заданному маршруту с нанесением на карту проблемных участков, которые или сообщают местные жители, или мы сами знаем о том, что имеются какие-то недочеты, дефекты, поломки, которые требуется устранять и исправлять. Поэтому в дальнейшем с этими документами, с этими выявленными материалами мы обращаемся или к начальнику территориального управления, или в крайнем случае к Совету депутатов за помощью в реализации, исправлении и устранении выявленных недостатков. Но есть же еще какие-то икровические, исторические проекты наверняка, творческие. Конечно, очень много творческих проектов. Например, за эти два года был проведен дважды фотоконкурс, крайний из которых назывался «Одинцово лови момент». Это был масштабный конкурс, в котором приняли участие более ста человек. Изначально мы задаем определенные номинации, в основном у нас три номинации. И все жители Одинцовского района по критериям и условиям фотоконкурса присылают нам на почту все работы. Согласно номинации. Не более одной работы в каждой номинации. Потом идет онлайн-голосование. Так как мы отбираем все равно определенное количество работ для того, чтобы выставить их на фотовыставку. Фотовыставка проходит у нас в разных местах. Вот в предыдущем у нас партнеры есть, гипермаркет в Марфино. И мы достаточно в объемной территории выставляли фотовыставку работ, где проголосовало более тысячи человек. Вот это живые голоса. Волонтеры контролируют данный процесс, записывают все голоса данные людей. И потом по итогу выявляем лучших победителей. То есть по три победителя в каждой номинации. Первое, второе, третье место. Потом торжественное награждение в нашей администрации Одинцовского муниципального района. Приглашаем депутатов Московской областной думы, так как мы с ними очень плотно взаимодействуем. Приглашаем наших кураторов от Совета депутатов местного и, соответственно, от администрации Одинцовского района. Вообще можно ли говорить о том, что местная власть, органы местного самоуправления, причем как законодательно, так и исполнительная власть, видят в вас некий такой кадровый резерв, кадровый ресурс. Насколько вообще легко и конструктивно строится взаимоотношение с органами местного самоуправления и с более старшими региональными товарищами депутатов по региональному корпусу депутатов. Именно мы плотно взаимодействуем. Во-первых, одна из задач молодежного парламента это формирование кадрового резерва в органы власти. У нас обязательно по нашей структуре присутствует куратор от Совета депутатов. В данном случае у нас куратором была всегда Нина Васильевна Гинтова от Совета депутатов и от администрации. От администрации у нас Валентина Викторовна Переверзева. Это была заместитель руководителя администрации нашего Одинцовского муниципального района. А также нас курируют и депутаты Московской областной думы. Мы очень плотно взаимодействуем с Ларисой Евгеньевной Лазутиной и Дмитрием Аркадьевичем Голубковым. Почему? Потому что все руководители муниципальных парламентов делегируются в Московский областной молодежный парламент. И он, в принципе, формируется из руководителей. И у нас уже имеются помощники депутатов Московской областной думы, в данном случае два помощника. Лариса Евгеньевна Лазутина. И мы с ними плотно взаимодействуем. Они нас поддерживают, помогают советом, приглашают нас на реализацию государственных программ. Мы смотрим, как они реализовываются. Ездим, проверяем совместно с ними. Участвуем в приемах жителей. То есть накапливается опыт практической работы, который потом будет использован уже при действительно реальных каких-то, решении каких-то реальных вопросов. У меня еще такой интерес. Есть ли какая-то информация по кандидатам, которые через неделю, за которых будут голосовать участники голосования, избиратели молодежного парламента, состав, сколько ребят, сколько девушек, возраст примерный, уровень знаний претендентов. Вот если можно, краткий такой срез тех, кто идет на выборы. Ну, выборы будут проходить по смешанной системе. Это 6 у нас многомандатных округов, по 5 мандатов с каждого округа. И по спискам от общественных организаций выборов и партий. То есть 10 у нас по спискам идет, 30 человек проходят у нас про... Мажоритарная, так скажем, система. Да, именно. Ну вот. Обычно участвуют в выборах не только наш состав, но приходят и самовыдвиженцы, а также обычно участвуют молодые гвардии, Единой России. Звенигород будет участвовать на этот раз, да? Новшество тоже для нас. Да, да, Звенигород будет участвовать. Мы недавно привели встречу с молодежью Звенигорода. Прошла продуктивно, пообщались. Да, для них это что-то новое, потому что в Звенигороде такого раньше никогда не было. Не было, в принципе, даже работы с молодежью. Мы пытались как-то взаимодействовать, это было очень сложно. Но вот сейчас мы, так как Звенигород объединился с Одинцовским муниципальным районом, Единый округ теперь, это единая территория, которой мы будем работать и будем уделять и также не меньше времени, чем нашему бывшему уже Одинцовскому муниципальному району. И от нас, да, у нас есть своя команда, которая уже имеет некий опыт, имеет знания, умеет работать и реализовывает также проекты, так как проекты и наши задуманные годовые планы работы мы не можем бросить. Это запланировано, это было задумано, и он будет переноситься, естественно, на уже будущий состав молодежного парламента. У нас от нашей команды избирается 25 человек. У меня вопрос к Галине. Галина, на Ваш взгляд, каков оптимальный состав, скажем, ребят и девушек, которые вот на эти 40 мест придут? Это 50 на 50? Или все-таки для ребят это, у ребят больше склонность к работе такой парламентской, даже в молодежном парламенте? Вот на Ваш взгляд, какое-то соотношение? Золотая есть какая-то равновесие? Мне кажется, уже сейчас у нас золотой равновесие, можно так сказать, потому что примерно уравновешены и ребята, и девушки. Девушки – это некое благоразумие, да? Ребята – это, наверное, более такой агрессивный взгляд на мир, да? Ребята – это активность, ребята – это боеспособность, а девушки – это, конечно, организованность, это, может быть, интересные нестандартные идеи. Усидчивость в каких-то случаях. В том числе, да, конечно. Поэтому мы, мне кажется, друг друга уравновешиваем. Состав будет практически идеальный. В нескольких словах, Евгений, хотелось, чтобы рассказали Вы о процедуре самых выборов, потому что я уверен, что значительное количество не только молодых людей, но, может быть, и тех, кто постарше. Я, например, с удовольствием приду, проголосую, если буду знать, где и когда это мероприятие будет проходить. Выборы будут проходить 31 июля 2019 года. Буквально дня за три, за четыре будут определены участковые избирательные участки в каждом округе. Ну, это по одному избирательному участку на избирательный округ. И голосовать могут жители от 14 до 35 лет. Так как мы подготовили новый проект наших учредительных документов в виде положения и регламента молодежного парламента, мы расширили структуру, сделали ее более серьезной, более объемной, и увеличили численность штатного молодежного парламента с 15 до 40 членов. И, соответственно, пассивным и активным избирательным правом обладает также молодежь от 14 до 35 лет. Мы не стали ущемлять никакие права молодежи. Раньше было от 16 до 35 лет. Но в связи с тем, что нашими местными региональными правовыми актами установлено то, что наша молодежь от 14 до 35 лет, соответственно, мы придерживаемся данному возрасту. А вообще вот в составе, нынешнем составе, который будет меняться, да, и были ли 14-летние, 16-летние, самый молодой член молодежного парламента, сколько ему было лет, и оправдан ли такой возраст, да, юный? Ну, 14 лет есть у нас, 15 есть, 16. Мне кажется, у нас до 35 лет по дорожке такой, по представителю точно присутствует. У каждого возраста молодежного даже есть свои преимущества. Да, но у нас численность более превышала. Почему? Потому что помимо основного состава, который был 15 членов молодежного парламента, у нас еще имеется консультанты, это те люди, которые по иным причинам не могут попасть в основной состав молодежного парламента, но участвуют в его жизни. И сейчас консультанты являются кадровым резервом в основной состав. То есть это если какой-то из лиц, жителей нашего городского округа не может попасть в связи с возрастом, он превышает, но он хочет участвовать в деятельности. Поэтому он как бы рядышком с нами, он помогает участвовать в деятельности, показывает, может быть, даже где-то становится наставником. Либо же это просто уже нет места в нашем молодежном парламенте, он встает как кадр, как кадровый резерв, уже в основной состав. И если член молодежного парламента выбывает по иным причинам, которым указанным в наших учредительных документах, то общим голосованием мандатов наших членов молодежного парламента зачисляется новый член молодежного парламента. Ну что ж, я думаю, что мы еще вернемся до 31 июля в той или иной форме к освещению предстоящих выборов. Я думаю, что мы их анонсируем обязательно. Я думаю, что мы будем освещать ход самих выборов. Ну а вам я желаю удачи на этих выборах. Естественно, желаю пройти в новый состав молодежного парламента для того, чтобы преемственность сохранялась, здоровая. Ну и, конечно, интересных проектов и развития в том направлении, в той сфере, которую вы для себя выбрали. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели специальное интервью на Одинцовском телевидении. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. 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 Продолжение следует...